Всем привет, с вами Андрей Санар и сейчас я нахожусь в поистине чудесном месте. Это база отдыха К, значит Карелия, которая находится на озере Лоймала. Это больше чем 300 километров от Питера, но это стоит того, чтобы сюда приехать. Просто красотища неописуем. А вот там вдали водный батут от Тайм-Триала. Только лучше сначала отгрести, подальше от мели, потому что если вдруг упадете, что вы не на камни. У Сереги включились в голосе тренерские нотки. А потом, опираясь руками на весло, положить весло перед собой, только перпендикулярно. Вот так, да? Да, да, да. Встать на колени и держать за весло. Можно встать на ноги. Ноги на ширине плеч. Только лучше сначала отгрести, подальше от мели, потому что если вдруг упадете, что вы не на камни. А вот куда? У Сереги включились в голосе тренерские нотки. Был сильный дождь с сильной грозой, но наконец-то гроза кончилась. И сейчас пойду на разведку на большое озеро. Погнали. Ну вот, плавсредство к выходу готово. Сейчас отправляюсь на неизведанное озеро. Ой, опять дождь начался. Но я же не сахарный, не размокну. Вот смотрите, как надо устанавливать курсовой стабилизатор. Чем он дальше от кормы стоит, тем лучше. Тем он лучше стабилизирует. Я, например, его не придвигаю близко сюда. Этим достигается и свобода. Можно его спокойно поднять вообще в самое верхнее положение. Вот у него его нормальное положение. А вблизи батут выглядит гораздо внушительнее, чем издалека. И горка, с которой так с удовольствием катаются дети. В общем, берите на вооружение. База совсем новая, можно сказать, не раскрученная. Но вот эти аттракционы ее преобразили. Здесь постоянно, ну, понятное дело, в хорошую погоду много народу. И вот буквально еще пару часов назад, когда светило солнышко, здесь было полно детей, женщин. Они радовались, катались с горки, прыгали на батуте, отдыхали вот на таком интересном, даже не знаю, это, наверное, такой шезлонг для отдыха наводный. В общем, всем им было здорово. Сразу скажу про лучший эхолот для покрафтов и для легких каяков. Это практика, конечно. Сейчас уже есть восьмая версия, у меня седьмая версия, но и седьмая тоже бесподобна. Показывает все. Глубину, рыбу, весит, как мобильный телефон. Одного заряда хватает, наверное, рыбалки на 3, на 4, на полноценные. Заряжается быстро. Датчик у меня висит на специальном нашем тайм-треаловском держателе. Показывает очень точно, он никуда не отклоняется, поэтому показания всегда точные, на любой скорости, при любом волнении. В общем, я считаю, что эхолот и практик – это и идеальные эхолоты для вот таких вот легких лодок. Потому что брать какой-то более крупный эхолот с внешним питанием на такую легкую лодку – это вообще не дело. А вот это – идеал. Советую всем. Вон, видно, что присутствует какая-то рыба. Вот, показывается рыба. Вот она, у дна ходит. Это вот такая появляющаяся дополнительная полоса у дна. Иногда несколько полос – это значит несколько рыб. Практик – хороший эхолот, он все показывает. О, поклевка! Тут сидит. С первого заброса. Вот такой прекрасный горбач. Темный, красивый, красивейший горбач. И что случилось? Клюнул маленький окушок, и на него долбанул большой горбач. Уникально! Уникально! Вот он еще живой, вы смотрите, друзья. То-то сначала мне показалось, что-то легенький тащу. Глаз выбило. И потом сел хороший горбач. Чудо просто! Вот так! Высадился на необитаемый остров. О, там база, с которой я пришел, где-то до нее 2 километра. А здесь полностью необитаемый остров. И еще несколько маленьких островочков. Красотища! Вот с той стороны острова подветренная сторона. Там тихо. Попробую покидать по растительности. Вдруг что клюнет интересное. Немного помедитирую с поплавочной удочкой. Тут и холод показал какую-то толпу рыбы, которая не отзывается никоим образом на спиннинговые приманки. Значит, это какая-то бель, скорее всего. Вот и посмотрим. Ань, ты пойдешь? А что, там уже? Ну, через час примерно. Великолепная база, великолепное озеро. Отдохнули на славу. С вами был Андрей Сонар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok